Вот, тему выбрали классную, потому что на самом деле самые, наверное, все специалисты и все врачи приема со мной согласятся, что чем более пожилой пациент у нас на приеме, тем больше, зачастую, возможностей он в себе скрывает, скрывают его зачастую очень неспецифичные симптомы. И гастроэнтерологи не исключение, потому что чем старше пациент, тем, как правило, ну если говорить о кошках, тем, как правило, больше там всего может быть накручено. И иногда, вернее так, зачастую у этих пациентов одни и те же их симптомы могут быть результатом разных патологий, которые в одной этой несчастной кошке объединены. И ты зачастую пытаешься найти в этом клубке тот кончик нитки, за которую ты потянешь, и, может быть, все это дело тебе удастся размотать. Но, да, все на свете, да, все невозможно, мы ограничены таймингом, и я не могу, к сожалению, рассказать про все такие комбинации, а их очень много. Но мы поговорим о конкретном пациенте. Это кошка с хроническими гастросимптомами. И я начну, наверное, с одной из самых частых причин. Во-первых, мы поговорим о том, что имеется в виду под этим понятием гастроэнтерстинальный симптом. Во-вторых, о том, что чаще всего вызывает именно у пожилых кошачьих пациентов эту комбинацию. Мы, когда говорим о ЖКТ-симптомах или гастроэнтерологических, мне нравятся владельцы, часто называя, да, есть такие диеты гастроэнтерстинал, и они говорят гастроэнтерстинал. Вот, вот я когда говорю о гастроэнтерстинальных симптомах, мне хочется сказать гастроэнтерстинал симптомы. Это, конечно, в первую очередь это рвота диарея, как самые очевидные, но есть еще не очевидные, на которые часто указывает владелец, когда описывает жалобы. Это урчание в животе, чуть чаще, наверное, встречается у собак, но почему бы нет у кошек. Это уканье, для которого в последнее время мы получили термин калькус латыни, который звучит как барбаригмы. Это такой излюбленный кошачий симптом, как гипорексия или анорексия. Мы знаем, что кошки, особенно пожилые, там только что-то где-то щелкнуло у нее, внутри нее, и первое, что она делает, она, конечно, меняет свои взаимоотношения с едой. И гипо- и анорексия, увы, это симптом, который может, наверное, обозначать абсолютно любую болезнь, но является одним из самых частых, одной из самых частых жалоб на приеме у гастроэнтеролога. И снижение массы тела. Тоже симптом неочевидно гастроэнтерстинальный и, тем не менее, часто встречающийся при заболеваниях ЖКТ. Как видите, этот список абсолютно не специфичен. Ничего патогномоничного здесь нет. И это вот из этого списка чаще всего и звучат жалобы владельцев на приеме гастроэнтеролога с пожилым пациентом. Что-нибудь такое вялое не ест, плохо ест, менее активен стал, началась рвота раз в неделю, и стало хуже есть, и, кажется, похудела. Вот такие самые разные сочетания мы слышали на приеме. И довольно часто мы имеем дело с группой патологий, которая обозначается на сегодняшний момент, ее принято обозначать термином хроническая энтеропатия. Я бы перед тем, как поговорить об этих пациентах, а у кошек старшей возрастной группы, это очень распространенная ситуация. И она бывает очень по-разному проявляется, и в этом основная сложность. И мы сейчас к этому перейдем. Но сначала мы дадим определение хронической энтеропатии. Это, в общем, если на русский язык переводить, это что-то не то с кишками, хроническое что-то не то. И в основном, конечно говоря, это мы имеем в виду какое-то хроническое воспалительное заболевание. Но есть, в общем, определение... Да, и под понятие что-то не то с кишками попадает вообще все то, с чем приходит гастроэнтерологу. У них у всех с кишками что-то не так, но не все они являются животными с хронической энтеропатией. Что мы имеем в виду под этим термином? Мне кажется, это важно в свете того, что термин очень общий и очень неконкретный. Во-первых, все эти симптомы или некоторые из них в какой-то комбинации у этого пациента продолжаются дольше примерно трех недель. Двух-трех недель, тогда мы уже начинаем употреблять термин хронический. Либо это симптомы, которые рецидивируют. И это вот частая история, когда владелец описывает некие приступы. Это любимое слово, но под ним понимается некая манифестация, предъявление этих симптомов на фоне вроде бы предшествовавшего периода относительного благополучия. Было все неплохо-неплохо, а потом что-то такое, мы новый корм принесли, купили, пачка другая была, и вот началась рвота. Потом мы что-то вроде купили, какую-то другую пачку, вроде рвота прекратилась. И так, да, с определенной регулярностью владелец сталкивается с рецидивами. Это тоже черта хронического, может быть, чертой хронического заболевания. Но тут важный нюанс, что это может также быть банальным совпадением иногда, и это некая череда острых симптомов, может быть, случившихся по разным причинам. Очень важный аспект с учетом того, что это очень неспецифичные симптомы, и это может быть вовсе не обязательно заболевание живучей кишечного тракта, особенно пожилого пациента. И говоря о хронической энтеропатии, мы должны быть уверены, что мы исключили все причины, не связанные с живучно-кишечным трактом. Мы сейчас их перечислим, действительно очень много, симптомы-то неспецифичные. Это группа состояний, это не одна конкретная болезнь с понятной этиологией, с понятным патогенезом. Тут как раз все плохо, потому что ничего не понятно, ни то, ни другое. Ни этиология не очень ясна, ни патогенез не до конца не определен. И разбивают их на подгруппы или, говорят, фенотипы по ответу на проводимую терапию. И здесь тоже есть такой диалог, который в деталях, потому что эту терапию мало провести. Ее надо очень... Вот это тот момент, когда нужно прямо включить в себя алгоритмизатора и проводить ее очень алгоритмизированно, чтобы мочь потом разобраться с результатом, с ответом на нее. Ну, в общем, вот если все это подытожить, это пациенты с гастросимптомами какими-то хроническими, длящимися достаточно продолжительно, либо рецидивирующими. И условие очень важное. Мы исключили все негастроинтестинальное. Тут еще подвох в том, что зачастую, уже работая с этим пациентом, уже проводя какую-то исключающую диагностику, мы иногда сталкиваемся с тем, что на самом старте мы по какой-то причине не смогли или не успели, или не подумали, но не исключили какое-то негастроинтестинальное заболевание, и все дальше пошло в кривь и в кость. И на самом деле, когда с таким пациентом в каком-то моменте все идет в кривь и в кость, он не отвечает на лечение так, как мы ожидаем. У него появляются какие-то симптомы, которых мы не ждали. Есть вероятность, что все-таки где-то там существует некая экстраинтестинальная причина. Причем, если говорить о пожилых кошках, таких тут возможностей море. Дело в том, что, да, я не говорю сегодня об этом подробно, но скажу мы в словах, и вы точно знаете, что кошки в силу своих анатомических и иммунологических особенностей очень склонны воспаляться сразу в нескольких местах. И такой очень яркий пример этой особенности – это наличие так называемого триодит-синдрома кошек, когда начало, как считается, берет такое тройственное воспаление, берет в тонкой кишке, там нарушается эпителиальный барьер, это дает возможность просветным бактериям попадать с портальным кровотоком в печень. Там возможности купферовых клеток, которые стоят на страже от всех внешних угроз, оказываются превышенными. И в такой печени, в таких желчевыводящих путях может возникнуть микробное воспаление, холонгит мы его называем. Ну и следом, да, вслед за этими, значит, двумя товарищами еще и охотно подхватывает эстафету поджелудочная железа, куда это попадает, во-первых, с общим кровотоком, воспалительные цитокины, бактерии. Ну и кроме того, существует еще возможность рефлюкса, заброса эротроградного содержимого 12-перстной кишки в панкреатический проток. И вот мы имеем воспаление сразу в трех местах, но все начиналось в 12-перстной кишке. И при этом, да, симптоматически это будет пациент с гипорексией, вялостью, потерей аппетита, рвотой, возможно, диареей на первых порах, пока, да, мы, возможно, какие-то печеночные симптомы не засечем. Вот, да, один из примеров, насколько все тесно может переплетаться в такого пожилого пациента. Поэтому вот эти симптомы, рвота, диарея, они ни в коем случае не должны нас с вами обмануть. Ну и, да, помимо печени, желчеводящих путей, поджелудочной железы, мы можем еще подобные симптомы наблюдать при заболеваниях почек, например. Классический пациент с эндокринопатией пожилая кошка с гипертириозом, которая будет выглядеть иногда в точь-в-точь, как пациент-гастроэнтеролога. И даже неврологические заболевания, некоторые кардиоскулярные патологии тоже могут, в общем-то, сопровождаться такими же КТ-симптомами. И это будет, но это будет не пациент-гастроэнтеролога. К эндокринопатистинальным причинам относятся, на самом деле, не только воспалительные заболевания. Есть еще, да, целые, вон, сколько их все, да, это все эндокринопатистинальные причины. Это инфекционные заболевания, какие-то кишечные инвазии, токсические какие-то воздействия, неопластические причины. Мы обязательно их сегодня коснемся. И даже причины механические, иногда связанные даже не с каким-то первичным заболеванием, а, например, с предшествовавшей, когда-то предшествовавшей хирургии. Мы знаем, что могут, да, какие-то осложнения от какой-то старой хирургии могут оказывать влияние на пациента спустя много лет. И когда мы говорим о хронической эндокринопатии, мы имеем в виду хроническое воспаление кишечника, но которое никак не связано ни с экстраинтенсиональными причинами, ни с инвазионными, инфекционными, токсическими причинами, механическими причинами. В общем, кишечное воспаление в чистом виде. Ну, нетрудно догадаться, что не так-то просто к этому, да, всю эту шелуху, с этой луковицы очистить у пожилого пациента, потому что, как правило, у него и там, и там, и там тоже будет что-нибудь не в порядке. В этом главная сложность. Но мы вот на этапе диагностики, мы прям обязаны этот список предварительных диагнозов, этот список вероятных болезней у этого пациента все-таки составить. Здесь обзор, посвященный собакам, но картинки из него я взяла для иллюстрации, поэтому здесь даю и ссылку на этот обзор, он очень такой объемный, достаточно свежий. Это 22-й год, конец 22-го, то есть это было собрано все то, что на момент выхода и публикации было известно по хронической энтеропатии собак. Вот, а просто я сейчас перейду к кошкам, но здесь хорошая, да, иллюстративная часть, поэтому я немножко здесь остановлюсь, об этом поговорю. Вот эти вот хронические кишечные воспаления, которые взяты вроде как из ниоткуда, имеют, скорее всего, некую мультифакторную теологию, как вообще любое хроническое воспаление. Вообще исследователи приходят к выводу, что любая хроническая болезнь, она потому и становится хронической, да, в норме любая болезнь, ну, да, в большинстве случаев, она, в общем, и любое воспаление, это же физиологическая реакция. Она должна остро начаться, сама себя купировать, сама себя смодулировать и, в общем, прекратиться на этом. Мы поранили руку, у нас произошло воспаление как защитная реакция, у нас сформировался там струк, под ним все зажило, все отвалилось и воспаление прошло. Но хронические воспалительные заболевания потому и не прекращаются никак и потому и, возможно, не прекратятся вовсе, как раз по той причине, что есть некая группа факторов, которые друг друга потенцируют и каждый со своей стороны влияет на течение этого воспаления, никак не дает ему завершиться. В случае с хроническим кишечным воспалением, скорее всего, имеет место ситуация, когда в одной точке сходятся факторы окружающей среды, это может иметь значение то, что пациент, как он питается, его диета, его пищевые привычки, пищевое поведение. Тесно связаны с этим состав его микробиоты. Определенно существует не очень понятная пока, но все-таки генетическая предрасположенность, породная предрасположенность. Мы знаем, что определенно это больше у собак, конечно, выражено. Мы знаем, что йоркшерские терьеры и немецкие овчарки такие чемпионы по хронической энтеропатии у собак, у кошек это выражено не настолько, но есть мнение, что сиамские ориентальные кошки и сфинксы могут быть более предрасположены, чем другие. И что-то произошло с иммунным ответом, что-то произошло с нормальной реакцией иммунитета на внутрипросветное содержимое, скажем так, где, как мы знаем, живут бактерии чужеродные генетически для организма, и туда регулярно три раза в день попадают пищевые белки, которые тоже являются для организма чужеродными в норме. Иммунитет нормально к этому ко всему относится. Как вчера сказала Ульяна Кислакова на собрании гастроэнтеролога, мне очень понравилось своих терпим, чужих бьем. В норме это так выглядит и носит название иммунологической толерантности. Что-то ломается в этом механизме, иммунная система начинает психовать по поводу того, что находится в просвете кишки. Что-то такое чужеродное, а поскольку из просвета кишечника никогда не исчезнет ни микробиот, ни пищевой белок, то реакция эта грозит стать такой постоянной, неизбежной. И фенотипы, на которые подразделяется хроническая энтеропатия, определяется по ответу на лечение. То есть это тот случай, когда мы что-то делаем и смотрим, что будет. Назначаем что-то, оцениваем ответ, анализируем этот ответ. И после этого анализа относим этого пациента либо к рационной респонсивной энтеропатии, либо к моносупрессантной респонсивной энтеропатии. Антибиотик респонсивной энтеропатии на сегодня является несколько спорной группой существования, которые авторы многих исследований подвергают сомнению. И многие склонны думать, что такой группы, наверное, нет, а мы просто еще не подобрали ключик. Но уже почти на пути к решению этой проблемы существует микробиомориентированный подход, где, в общем, эти пациенты, авторы признают, что это, возможно, не антибиотик респонсивная, а энтеропатия, отвечающая на модификацию микробиоты вообще. И нереспонсивные пациенты, которые не отвечают ни на что. И здесь тоже высокая вероятность, что к этим пациентам мы тоже пока еще просто не подобрали ключик. Во всяком случае, авторы, поддерживающие существование группы, отвечающих на модификацию микробиома, пациентов говорят о том, что очень многие нереспонсивные пациенты ответили на модификацию микробиома, и таким образом это количество пациентов значительно уменьшилось. У кошек, да, я показала собак, не сказала, что, конечно, подавляющее большинство собак с хронической энтеропатией, в том числе пожилых, кстати, пациентов, это собаки с рационно-респонсивной энтеропатией. Это означает в практическом смысле, что все, что нам нужно сделать для этих пациентов, это подобрать им рацион, на котором симптомы не будут персистировать, и на котором, скорее всего, иммунный ответ, вот этот аберрантный, уменьшится и уменьшится воспаление. И поэтому не будет симптомов, или они будут минимальны. По статистике, таких собак порядка 60-65% из всего пула хронической энтеропатии, это очень много. Это собаки, ну, то есть почти три четверти пациентов, которые окажутся у нас с вами на приеме, с хронической энтеропатией будут требовать только изменения рациона. Но мы чуть-чуть этого постараемся коснуться чуть позже. Иммуносупрессант, респонсивная энтеропатия. Это энтеропатия, которая требует иммуносупрессии в ответ для оккупирования симптомов. И таких пациентов намного-намного меньше. Но, тем не менее, они в популяции присутствуют. Ну, и нереспонсивных собак еще меньше. И, в общем, это довольно малочисленная, к счастью, группа. У кошек посмотрите, насколько существенно отличается классификация хронической энтеропатии кошек. Здесь вообще нет антибиотикореспонсивных энтеропатов, даже теоретически. И, следовательно, мы не должны даже в теории рассматривать использование антибиотиков для лечения хронической энтеропатии у кошек. Тем не менее, мы знаем, что это на практике не совсем так. Мы, в принципе, сейчас с вами находимся в той исторической точке, когда мы, в общем, стремимся использовать антибиотики максимально рационально. Мы не говорим, что их надо в топку, но мы говорим о том, что их надо... Оно не должно, как минимум, становиться... Оставаться рутинным для гастроэнтерстинальных пациентов. Это вовсе не рутинное назначение в случае с заболеваниями кишечника. Как считалось, как и было буквально несколько лет назад. Итак, у кошек ФРЕ – это рацион или фудореспонсивная энтеропатия. Посмотрите, она несколько меньшую часть занимает кошачьего пула хронических энтеропатов. Порядка 50%, как считается. Иммуносупрессант, респонсивная или ИРЕ энтеропатия. Здесь несколько больше представлено, чем у собак. Приличное количество. СРЕ – это стероид, респонсивная энтеропатия. Но на сегодня в целом эту группу объединили. Чего их там дробить? Все понятно. Иммуносупрессия нужна, чем бы там ни было. Астероидами ли, циклоспорином ли. И вот эта серая вершинка – это не что иное, как мелкоклеточная лимфома, которая у кошек, посмотрите, она включена в классификацию хронической энтеропатии. И это я плавно нас всех подвожу. К тому, что у кошек – это важная часть фенотипов, подтипов хронической энтеропатии. И одна из основных задач нас с вами, когда мы ведем пожилого пациента с хронической энтеропатией – это, собственно говоря, отдифференцировать ее от лимфомы. Потому что подход к ее лечению принципиально иной. И лимфома, в отличие от хронической энтеропатии, имеет иной прогноз. И, собственно говоря, это и гложет гастроэнкреолога в случае, если передо мной пожилой пациент с хронической энтеропатией. Главный вопрос – не лимфома ли перед нами? Мы вернемся к этому обязательно, потому что именно об этом я хотела поговорить. Но сначала обязательно нужно сказать, вон сколько много слов по поводу хронической энтеропатии. Существует такой вполне себе практический инструмент, очень полезный для работы, для ведения таких пациентов. И полезный для понимания того, насколько по-разному может протекать хроническая энтеропатия у кошек – это индекс активности болезни. Что это такое? Это способ с помощью калькулятора оценить, насколько у нас все плохо или насколько у нас все стало получше на фоне нашего лечения. К каждому симптому существует некий перечень критериев, они же симптомы, которому мы можем в зависимости от интенсивности проявления присваивать от нуля баллов до трех. И суммируя их в конце, получать некий коэффициент, который нам даст понимание, насколько тяжело протекает заболевание. И, в частности, оцениваем мы аппетит, активность, степень довыраженности рвоты либо диареи, насколько пациент похудел или не похудел, а также некоторые биохимические маркеры, такие как общий протеин, общий белок, АЛТ, щелочную фосфатазу, фосфор и наличие эндоскопических изменений. Именно изменений, а не гистологических признаков. Именно то, что нам эндоскопист выйдет из операционной, сказал, ну там у него есть повреждения, какие-то эрозии, какие-то грануляции, вот наличие или отсутствие их тоже добавляет к общему индексу один балл. И мы можем сказать себе и владельцу, что от нуля до трех, если мы набрали, это клинически не вполне значимо. Ну, понятно, что это речь идет, когда мы пациента уже в динамике понаблюдали. И вот у него там было, не знаю, индекс активности 5, а он поел диету, например, и индекс активности превратился в 2. И на первичном приеме мы можем сказать, насколько тяжело или не тяжело выражена хроническая энтеропатия у этого пациента. От 6 до 8 баллов это умеренное течение, от 9 до 11 тяжелое, и от 11, ну как мы понимаем, до 19 максимально, сколько может быть, это очень тяжелое течение. Зачем нам это еще может понадобиться? Во-первых, на самом деле индекс активности может являться неким предиктором, предсказателем ответа на вопрос, что поможет этому пациенту. Просто диеты будет достаточно, скорее всего, или, скорее всего, мы очень быстро перейдем к вопросу назначения иммуносупрессивной терапии. И в целом есть исследования, которые говорят, что действительно индекс активности болезни выше 6, выше 6-8 с большей вероятностью указывает на то, что одной диеты будет маловато. И индекс активности 3-5 будет с высокой вероятностью означать, что диеты окажется достаточно. Более того, существуют алгоритмы диагностики таких пациентов, основанные на индексе болезни. То есть предполагается, что мы уже на первом осмотре, на первом приеме прикинули, насколько тяжело протекает у пациента его болезнь. Это алгоритм, взятый из книги. Кошачья гастроэнтерология, она есть в сети, ее можно нарыть в свободном доступе. Она великолепна, я считаю. Это все-все-все по кошачьим заболеваниям желудочно-кишечного тракта, которые, как известно, у них сильно-сильно отличаются от таковых у собак. Есть некое пересечение, но, в общем, очень много особенностей. Я рекомендую ее. Итак, перед нами кошка. Я вкратце пробегусь по этому алгоритму. Это кошка, которой мы должны перед тем, как пускаться во все тяжкие по этой дорожной карте, по этому маршруту, мы должны, безусловно, оценить ее кондицию, оценить степень активности, степень активности проявления ее заболевания, исключить, безусловно, или, по крайней мере, установить наличие конкурирующих заболеваний полностью. И это очень важно, особенно в этой специализации, собрать анамнез, в том числе диетологический, осмотреть, выполнить базовые исследования, такие как исследование крови, панкреатическую кошачью липазу, выполнить ультразвук в современных, вот в таких свежих алгоритмах. Меня очень радостно видеть, что ультразвук поставлен не куда-то в конец. Мы там полечились два месяца, и когда ничего не помогло, давайте теперь выполним ультразвук. Нет, теперь он включен в некое базовое обследование, и это очень большая радость, потому что, на самом деле, он колоссальную информацию дает. Уже на первичном приеме мы можем узнать максимально много про этот кишечник. Итак, слева, в левую группу попадают пациенты, у которых степень от легкой до умеренной индекса активности болезни, от легкого до умеренного. Это кошки с нормальным аппетитом, нормальным сывороточным альбумином. И таким пациентам мы, безусловно, первое, что делаем, это, безусловно, мы будем проводить диетологические испытания. Подробно не говорю о них сегодня, потому что время ограничено. При наступлении ремиссии мы можем условно заключить, что у этого пациента рационно-респонсивная энтеропатия. Если нет, и даже в данном случае рекомендуют еще высокодозные мультиштамовые пробиотики использовать в попытке ему помочь, но если, опять же, нет, мы, возможно, в конечном итоге придем, то, что если у такого пациента ничего не помогло, мы должны будем выполнить гистопатологию. Совсем другой подход к пациентам с тяжелым проявлением, с тяжелым течением, с высоким индексом активности болезни, плохим аппетитом, даже уже падающим альбумином. А мы знаем, что у кошек он падает далеко не так охотно, как, например, у собак при кишечных заболеваниях. Выраженные ультразвуковые изменения это пациент, которого мы в первую очередь должны задать сами себе вопрос, нет ли здесь неопластической подоплеки, и такой пациент не тратит время на диета, на диета-терапию пробную, такой пациент практически сразу. Да, либо ему пробно назначаются глюк-кортикостероиды, либо он отправляется на забор гистоматериала. Вот, да, иллюстрация того, какова разница в подходе для кошек, болеющих с разной степенью тяжести. И это и то, и то, да, может быть, пациент с хронической энтеропатией. Как УЗИ... Я сейчас попробую запустить. Вот, верхняя, как всегда, не запускается, нижняя, как всегда, запускается. Перед нами, да, наверное, кто делает УЗИ, тот уже, в общем-то, без труда догадался, что наверху это картинка, где собака с тяжелым хроническим кишечным воспалением, а внизу это кошка. И специалисты ультразвуковой диагностики говорят, что маркером воспаления у собак является не столько толщина слизистой и не столько толщина стенки, сколько изменений ее эхогенности и наличия различных включений в эту слизистую. Наверху у пациента, понятно дело, с асцитом, вот видна жидкость вокруг петель тонкой кишки и видны многочисленные довольно включения гиперохогенные, точечные включения в слизистой, которые, да, в котором, и даже где исчерченность вот в нижней петле, где мы без труда угадываем наличие лимфангектазии. Повторю, ультразвуковые врачи, которые делают ультразвук, уже догадались. Догадались. Ой, у кошек это выглядит вообще не так, как у собак, хотя иногда очень похожие бывают случаи, но у кошек гораздо чаще при хроническом кишечном воспалении мы видим не столько изменения их агенности, тем более включения, сколько изменения соотношения слоев. У собак тоже так бывает, но у кошек это более выражено. Могут меняться, может меняться их агенность слизистой, вот, например, у данного котика, это мой пациент, кстати говоря, этому пациенту на момент исследования 9 месяцев, всего ничего. И у него слизистая, она должна быть почти черной, а она у него такая среднесерая, и это уже намек на такое выраженное воспаление. У этого пациента очень утолщен подслизистый и очень утолщен мышечный слой, и это у кошек является основными маркерами воспаления, но тут надо быть внимательным, потому что на этом такое, кто делает ультразвук, сто раз такое видал. Я вставила это сюда для того, что это как бы пример некого утрированного изменения, это очень толстый мышечный слой, очень толстый подслизистый, очень серое слизистый. У кошек с хронической энтеропатией это может быть выражено не так сильно, они могут быть потоньше, но все равно, чем больше мы смотрим на УЗИ, тем лучше у нас насмотренность, и мы начинаем даже умеренное утолщение уже замечать и видеть, или, например, изменение их агенности слизистой, даже небольшое. Это пациент, который на первичном уже приеме, нам уже понятно, насколько у нас, не то, что все плохо, но насколько выражена у нас проблема, и понятно, что такой пациент отправится в правую колонку, возвращаю слайд, и это будет пациент, кандидат на гистопатологию в ближайшее время, если он стабили. Ну и вот, да, к моей боли это все было подводка, если не поняли, а сейчас мы поговорим об области, да, я сразу оговорюсь, что я не онколог, и таких пациентов я, безусловно, веду и лечу обязательно совместно с онкологами, но, да, некую базу, некое такое общее представление о лимфомах нам обязательно нужно знать, потому что вот этот пациент, который перед этим, да, внизу котик Трикс, это был пациент, у которого, да, стоило подозревать лимфому, исходя из такого тяжелого выраженного изменения утрозвукового его кишечника. Мы сейчас подойдем и к УЗИ тоже. Лимфома у кошек занимает особое место, в отличие, например, от собак, вообще все по-другому, 50, тут по разным данным, от 50 до 90% всех лимфо, так называемых лимфогематопоэтических опухолей. Справа диаграмма, вот этот вот бежевый шар, это все злокачественные опухоли у кошек в целом. Лимфогематопоэтические опухоли занимают примерно треть от всех злокачественных опухолей у кошек. из них по разным данным от 50 до 90% это лимфомы, из них от 32 до 72% это лимфомы желудочно-кишечного тракта, посмотрите, насколько много, то есть кишечник кошек лимфомами болеть обожает. И к великому облегчению для нас 25-72%, ну вот такой разброс по разным данным, это интестинальные, то есть кишечные лимфомы низкой степени злокачественности. И вот это те самые пациенты, которых так легко спутать с хронической энтеропатией, да, до, пока мы не взяли у них биопсию, а на первичном приеме у нас нет такой возможности, и вот здесь да, гастроэнтеролог вот начинает чесать свою умную голову и думать, как бы нам половче все-таки определиться. Этипатогенез лимфон достаточно плохо изучен в принципе и у кошек он тоже изучен плохо, ну как хроническая энтеропатия в целом, тут у нас такое-то самое такое подспорье, да, все, ничего не понятно, но предполагается в облечении ряда факторов, таких как различные инфекционные агенты, предполагается, что такая хроническая антигенная стимуляция может в общем приводить к некоему озлокачествлению. Предшествующее хроническое воспаление, это очень важный момент, потому что я сейчас скажу об этом, но сейчас тоже не могу не сказать, что и у людей, и у животных хроническое воспалительное заболевание часто является неким предшественником лимфон, и это было в ряде исследований показано. Некая генетическая предрасположенность, но мы еще пока не понимаем, какая она, породная, или какие-то линии в породах, или это просто вот так вообще так карта легла, что этот пациент предрасположен. Географические факторы называются в числе этого рацион, ну в общем, какие-то вот такие вот общие вещи, которые могут в общем-то влиять и на вероятность возникновения воспаления, и на вероятность возникновения лимфомы. Вот такая табличка, ну она просто, для того, чтобы возможно ею было можно воспользоваться когда-нибудь, ее можно зафоркать, потому что она полезная. Мы, когда говорим лимфомы, в общем, не очень сейчас уберу какую-то историю. Ну как набирается что такое. Да, что такое. В общем, когда мы говорим лимфомы, мы должны обязательно помнить, что у лимфомы масса подтипов, у лимфомы масса лиц, и в зависимости от подтипа лимфомы, а здесь нам типировать ее без инвазивных методов диагностики вообще никогда не удастся. Но это очень важно, потому что это будет нам от этого зависит прогноз, от этого зависит лечение, в общем, и от этого зависит, да, выбор владельца во многом. Вот когда мы встречаем в англоязычной литературе low-grade и high-grade, здесь надо очень внимательно, потому что если говорить о переводчиках, Google переводит зачастую low-grade как низкодифференцированная лимфома. Это неправильно. Low-grade это лимфомы низкой степени злокачественности. Это очень частый вариант лимфом. Вот видите, 37-75%. В основном больше 90% это Т-клеточная лимфома, но все-таки Б-клетки тоже там могут, да, в некоторых случаях это могут быть и Б-клеточная лимфома. Смотрите, локализация, они могут в разных местах локализоваться, и в основном это несколько реже в желудке, гораздо чаще это в тонкой кишке и в мезонтериальных лимфатических узлах. Обратите внимание, в толстой кишке это тоже так же нечасто, как и в желудке и в экстраинтестинальных лимфоузлах, костях это не бывает. Низкая степень злокачественности самый, ну если можно так сказать, благополучный вариант лимфомы с лучшим прогнозом. Посмотрите, прогноз здесь прекрасный. А вот все остальное, да, лимфома средней степени злокачественности, высоко, высоко злокачественная кишечная лимфома, а также крупноклеточная лимфома, это все, да, прогноз ухудшается до очень плохого, а их клеточный состав, ну вот, да, средняя степень злокачественности это В-клетки в основном, Т-клетки, если крупноклеточная лимфома, и посмотрите, степень распространения, о, убралось наконец, степень распространения по желудочно-кишечному тракту тоже очень разная. Такая средняя степень злокачественности может быть решительно везде. Высоко злокачественная кишечная лимфома чаще всего, да, но она может быть от желудка до мезонтериальных лимфоузлов и даже в экстраинтестинальных. И крупноклеточная лимфома будет абсолютно везде, может быть абсолютно везде, и это, ну, стоит знать, чтобы, да, даже делая УЗИ, уже так примерно прикинуть, с чем мы, скорее всего, имеем дело. Интересно, что лимфома низкой степени злокачественности, у нее те же излюбленные места, что и у хронической энтеропатии. Тонкая кишка мезонтериальной лимфоузлы, поэтому она так похожа даже визуально, даже на УЗИ, на хроническую энтеропатию. Низкая злокачественная лимфома, к счастью, чаще бывает у пожилых именно кошек и более, отличается более медленным развитием. Высоко злокачественная лимфома как раз может встречаться и у молодых кошек и характеризуется более быстрыми и более острыми и более тяжело протекающими симптомами. И это еще одно суперважное отличие. Вот как раз у людей и описанные вот эту до лоугрейт лимфому, она может случаться на месте предшествующей болезни крона или аутоиммунной энтеропатии. То, что у людей объединяется термином ВЗК. В 60% случаев лимфомы ЖКТ у людей было описано сопутствующие ВЗК. У кошек на что можем ориентироваться? Ну, во-первых, важный нюанс это продолжительность симптомов. У кошек с лимфомой она, лимфома у кошек длится дольше, чем у ВЗК примерно в два раза. То есть, если когда владелец описывает вам на приеме симптомы, это началось два года назад, уже можно поднять уши. Если владелец говорит, началась рвота два месяца назад у пожилой кошки, ну, чуть лучше, чуть лучше, сразу дышит, чуть ровнее дышит гастроэнтеролог. Это уже гистологическая особенность, я не смогу их вот прям подробно осветить, но одну картиночку поставила, это так называемый аппекально-базальный градиент. Это ворсины кишечные, они очень узнаваемы. И инфильтрация при лимфоме, вот как раз при низкозлокачественной, вот этой самой, которая похожа на ВЗК, она довольно часто имеет некий аппекально-базальный градиент. Видите, вот эти синие штучки, это, понятное дело, лимфоциты атипичные, которые вот так вот расползаются, распространяются по кишечной ворсинке с градиентом. И это навело ученых на мысль, что раз они так делают, скорее всего, здесь имеет место вот некая хроническая антигенная стимуляция. Ну, да, мы понимаем, что конец ворсинки смотрят в кишечный просвет. Соответственно, антигенная стимуляция, она оттуда и с просветой. Вот такое вот, то, что они все так агрессивно скопились на концах ворсина, это, возможно, как раз и означает хроническую антигенную стимуляцию. Очень интересный нюанс, что в случае лимфоплазмоцитарного энтерита примерно в 40 случаях, когда берут ПАР-ПЦР, клональность была в одном из исследований, обнаружена моноклональность, а это было воспаление, это не было лимфомой. Ну, то есть ПАР-это такое исследование полезное, но не 100% надежное все-таки. Интересно, что, да, и даже исследования микробиома показали, что микробиом при лимфомии ВЗК у кошек сходен и очень похож на этот, их дисбиоз, очень похож на дисбиоз человека у людей с ВЗК. Вот, там мы знаем, что резко уменьшается микробное разнообразие, определенные таксоны бактерий становятся представлены в большем количестве, а разные, да, полезных, полезных ребят там, конечно, безжалостно давят, их становится гораздо меньше. Ну, вот такой котик у нас на стационаре сидит на столе, несчастный. Вот, когда мы такого пациента видим, мы, конечно, сразу напрягаемся, и не зря, потому что, действительно, когда мы проводим осмотр, это еще один способ, еще один момент, когда мы можем немножко, очков в копилку лимфомы или ВЗК положить на основании осмотра. При лимфоме, как и при ВЗК, потери веса, анорексия, литаргия, а вот и диарея может быть представлены в самых разных комбинациях, в каких хотите. При низкоклеточной, при низкозлокачественной лимфоме, кишечной, чаще всего мы будем видеть некую диффузную инфильтрацию по всей, например, тонкой кишке, и это будет равномерное утолщение петель, в отличие от лимфомы к высокой степени злокачественности, где в изобилии представлены некие локальные изменения кишечника, следовательно, можно напальпировать некое локальное утолщение. Аномальные лимфоузлы, они будут выражены аномальными, большими, неровными, плотными, чаще при лимфоме средней и высокой степени злокачественности или других опухолях, например, при мастоцитоме. А вот при низкозлокачественной лимфоме чаще всего увеличение, если и будет, то будет легким, возможно, даже вы это не пропальпируете. Ну и более плохая кондиция, как правило, характерна для кошек с лимфомой. Это не правило, но если вы видите вот такого кота, как на картинке, да, у него, он, конечно, уже стал на шажок ближе к хирургическому заборе биоптатов, это совершенно точно. Мы, безусловно, да, диагностический план во многом схож с таковым при хронической энтеропатии, то есть сначала все гастро, не гастро-нетестинальное, да, тут во все тяжкие пускаемся, клиника биохимия, паразитология, разумеется, панкреатическая липаза, Т4, перед нами пожилой пациент, это рутинный, рутинным тестом должно быть. И, да, для уточнения функции почек, клинический анализ мочи, соотношение белка к реатинину, УЗИ, сейчас посмотрим еще немножко на УЗИ, и в случае с кошкой, вот особенно такой, которая выглядит, как на предыдущем слайде, тесты на медленные или на хронические кошачьи инфекции, ВИК, ВЛК, в идеале должны быть выполнены, потому что это, да, есть данные, что любые вот эти вот, да, вот эти вирусные заболевания в целом связаны с большей вероятностью развития лимфомы, чем, да, кошки свободны от них. Мы можем проводить еще, и у кошек тоже хорошая идея измерять, если оценивать уровень витамина В12, циреактивный белок в опройске, потому что это очень неспецифичный тест, который, впрочем, в некоторых исследованиях показал свою полезность, например, да, очень высокое, да, даже значительное повышение, да, вон свыше 9 миллигран на литр в одном из исследований было специфично для иммуносупрессант респонсивной энтеропатии, но, да, просто, это просто та информация, я не могу его рекомендовать как обязательный этот тест. Ну, и биопсия, сейчас отдельно про нее скажу, и такие два исследования, как иммуногистохимия и пар ПЦР, это мы, да, то, что мы заказываем после того, как взяли биопсию, с биоптатами мы это делаем, и иммуногистохимия будет определять фенотип, то есть Т-либо клеточная перед нами лимфома, гистолимфома, помните, табличку, в зависимости от подтипа лимфомы разный фенотип будет в иммуногистохимии, и пар ПЦР, это вовсе не замена иммуногистохимии, это всего лишь определение клональности, то есть наличие там клонов одинаковых лимфоцитов, которые могут быть связаны с тем, что это лимфома, но помним о том, что при лимфоплазмоцитарном воспалении моноклональность может быть, и скорее всего это связано, вот это как раз и связано с тем, что лимфома и ВЗК, они страшно близки, и поэтому, кстати говоря, лимфома-то и включается, считается одним из фенотипов хронической энтеропатии у кошек. Что в этих исследованиях может также натолкнуть на мысль о лимфоме? Какая-то слишком выраженная анемия, хотя анемия хронического воспаления может быть представлена и при выраженном лимфоплазмоцитарном воспалении. Незрелые лимфоциты, вот это уже звоночек, конечно. Гипопротеинемия, если общий белок снижен, либо снижен альбумин. У кошек, повторю, не так часто, это при ЖКТ-заболеваниях вообще снижается, но при лимфоме это может быть несколько более выраженным, чем в принципе при ВЗК. И на это стоит обратить внимание. Низкий уровень витамина В12. И там, и там, то есть это все неспецифичные штуки, но в комбинации, если мы прямо видим, открываем анализ, а там я не знаю, что гемоглобин 60, лимфоцит незрелые, альбумин там, не знаю, 15, и витамин В12 там пришел 150, и вот такая вот кошка, как на том слайде, ну, очень-очень подозрительно, подумаю я. УЗИ. Очень хорошо, если врач сам делает УЗИ, потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать чужое заключение. Вот перед вами одно из многочисленных исследований свежих, достаточно, 21 год, где авторы в очередной раз пытались найти какие-то зацепки, какие-то маркеры ультразвуковые, чтобы понять все-таки лимфома, не лимфома, потому что посмотрите, вот слева лимфома на этих фотках, а справа это лимфоплазмоцитарное кишечное воспаление. Ну, просто близнецы-братья, если только не последняя картинка, слева внизу это лимфоузел, посмотрите, насколько он изменен, да, он гипоэхогенный, какой-то кривой, странный, эхогенность ткани чуть вокруг него повышена, а справа это нормальный, просто реактивный лимфоузел при лимфоплазмоцитарном воспалении. Ну, так, во-первых, везет не всегда, во-вторых, и пунктировать такой лимфоузел, а из этой кишки взять все-таки материал. В данном случае 22 кошки с лимфомой, 22 кошки с энтеритом лимфоплазмоцитарным. Вот у них у всех, да, эти два, эти заболевания подтверждены гистологически и оценивали их УЗИ-картину. И что, в общем, что как бы постановили, что в основном это похоже очень. Можно, да, более пользу лимфомы может говорить, во-первых, мужской пол, более длительная продолжительность клинических признаков, здесь не написано, но медиана возраста еще 13 лет и вообще кошке старше 11 лет, у них как бы достаточно сильно повышается вероятность лимфомы. Полщина слизистой значимо выше была у кошек с лимфомой, это тот нечастый случай, когда есть смысл слизистую померить. Вот, видите, медиана 1,4 против 1 мм. У кошек с лимфомой, как интересно, что чаще была, встречалась полифагия, а у кошек с лимфомоцитарным энтеритом чаще встречалась гематхезия. Ну и, конечно, кишка. Очень важный еще нюанс, известный, да, это не открытие, но все же наиболее инфильтрированным сегментом в этом исследовании гистологи назвали тощую кишку. Тощая кишка это то место, до которого не дотягивается эндоскоп. Это очень важно. Мы сейчас про биопсию обязательно тоже пару слов я скажу. Вот еще одна картинка из моей любимой кошачьей гастроэнтерологии. Здесь разные на УЗИ представлены варианты. На А-слайде это как раз лимфомы низкой степени злокачественности. Ну, скажите мне, да, как на глазами отличить это от лимфомоцитарного воспаления? Да никак. Она вообще похожа, как не знаю что. Вот здесь тоже видно, какая светлая слизистая и как утолщен мышечный слой. Вот у кота, которого я вам показывала, у него, кстати говоря, по гистологии пришло лимфомоцитарное воспаление, выглядело один в один. На слайде Б вот тут уже какая-то кишечная масса, какое-то локальное изменение, никакой дифференциации слоев, какая-то круглая блямба выросла на кишечнике. И в данном случае гистологически здесь лимфомо средней степени злокачественности пришла. На фотографии С это это по-моему какой-то какая-то так что тут было-то не вижу, но это в любом случае лимфомо и это по-моему какая-то средняя степень злокачественности. А вот на слайде Д это крупноклеточная лимфома, ну это в данном случае это измененный лимфоузел. Так не вижу. А это тоже С это как раз лимфомо средней степени злокачественности тоже. А вот на все перепутала и вас запутала. Значит на слайде Б, где большая такая блямба на кишечнике это высокозлокачественная лимфома. Промежуточная средняя степень злокачественности это слайд С и слайд Д это крупноклеточная лимфома. Вот это вот все по той табличке. Биопсия. Здесь не буду долго останавливаться, потому что на самом деле да, если мы имеем дело с пациентом с хронической энтеропатией, у нас еще есть некий выбор. Мы можем экстраполировать результат этой гистологии на всю остальную тонкую кишку. Но в случае с пожилым пациентом с вот так измененным кишечником, даже как на видео УЗИ показывают толстый мышечный слой, подслизистый слой, серая слизистая, даже несмотря на то, что там изменения вроде бы диффузные и одинаковые по всей длине или почти одинаковые, мы в данном случае здесь не сможем положиться на результат щекового биоптата слизистой. Тот случай, когда пациент должен идти на хирургический забор биоптата. Да, это дороже, да, это инвазивнее, но это единственный способ не пропустить лимфому у пожилого пациента. Мы, да, только что сказала, что самым инфильтрированным сегментом, самым диагностичным, если хотите, зачастую является тощая кишка и подвздошная кишка. Ее еще очень любит лимфома. Если мы возьмем просто материалы с ДПК, мы ничего с вами не поймем. Но в общем смысле, если перед нами пациент просто, да, даже средних лет с такими симптомами, с такими изменениями кишечника, в целом биопсию мы берем тогда, какую бы то ни было, если нет ответа на пробную терапию, если уровень гумина низкий, или есть вот такие локальные изменения на ультразвуке, вот как здесь, да, здесь вообще, здесь мы точно не тратим времени на какую диетатерапию, мы совершенно точно идем на забор, тяпли это, да, тонкоигольная биопсия, или это хирургический забор биоптатов с резекцией, возможно, этого участка, вот, но в любом случае это пациент-хирурга. В гистологическом, да, в гистологии могут прийти разные типы, если говорить о воспалении, это может быть лимфоплазмоцитарная и эозинофильная, нитрофильная, гранулематозная, это сейчас я возвращаю вас снова, да, не к лимфоме, а к к этому, к хронической энтеропатии, могут быть разные типы, разумеется, самый частый вариант, который вы увидите, это лимфоплазмоцитарная воспаление. Значительно реже, но тоже бывает, это и азинофильная, да, нам с практической точки зрения, владелец говорит, ну вот, что нам это даст с практической точки зрения? Нам это, во-первых, ну, как минимум, лимфомы исключить у пожилого пациента, а во-вторых, если мы говорим о, да, и лимфоплазмоцитарных и азинофильных пациентах, то азинофильное воспаление, во-первых, это может быть часть гиперазинофильного синдрома, и нам важно это знать, а во-вторых, могут потребоваться гораздо более высокие дозы стероидов, чем, например, при лимфоплазмоцитарном воспалении. Ну и, конечно, степень тяжести на гистологии мы тоже сможем оценить. И тяжесть на гистологии может быть тоже неким предиктором, скажем так, это может быть ответом на вопрос, чего ждать от этого пациента. Если вам приходит тяжелый лимфоплазмоцитарный интерит, или тяжелый лимфоплазмоцитарный интерит, очевидно, ну, почти наверняка, что одной диетой мы не отделаемся. Здесь точно совершенно нужно планировать стероидную, ну, стероидную, да, или иммуносупрессивную терапию. Если придет легкое воспаление или вообще вариант нормы, это очень хороший повод подумать, не упускаем ли мы какой-нибудь... с помощью пациента. С помощью пациента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова